Дом или магазин администрация Магнитогорска обвиняет застройщиков в нелегальном возведении жилого квартала. Причина – отсутствие разрешения на строительство. Подробности далее. Когда-то здесь были заросли. Теперь на площади в 10 тысяч квадратных метров вовсю кипит строительство. По улице Суворова, рядом со школой-интернатом «Семья», возводят жилой квартал. В проекте пять домов и детская площадка, гласит сайт застройщика. Вот только по мнению городской администрации эти здания вне закона. По Суворова 112, в районе дома 112 по улице Суворова ведется самовольное строительство пяти, как мы выяснили, многоквартирных жилых домов. Данные дома, никаких разрешительных документов администрация города на разрешение на строительство данных домов не выдавала. В связи с этим хотелось бы предостеречь граждан и предупредить их о том, чтобы они не покупали квартиру в данных домах. В мэрии сообщили, разрешение на начало строительства было получено около двух лет назад. Только располагаться здесь должен не жилой квартал, а торговая точка. В публичной кадастровой карте участок числится как место размещения магазина и сооружения асфальтобетонного покрытия. К данному застройщику мы еще в апреле месяце предъявили претензии, направили сведения в Государственный строительный надзор и в прокуратуру для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. Полномочий остановить стройку у городской администрации нет, заявили чиновники. А Госжилстрой может только выписать штраф. Потому здания продолжали расти. Теперь же власти планируют пустить их под снос в судебном порядке. Сколько горожан уже приобрели квартиры в домах, в мэрии не знают. Непонятный итог, почему потенциальных покупателей не предупредили о проблемном жилье раньше. Между тем, квартиры в этих новостройках продолжают продаваться. Стоимость варьируется в зависимости от площади. Так, например, 33 квадратных метра свободной планировки обойдутся примерно в миллион рублей. Застройщик от комментариев на камеру отказался, но пояснил, что если потребуется, то права будущих собственников будет отстаивать через суд. Мария Клименко, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.